Туризм, сельское хозяйство, IT-технологии, промышленность, медицина. Направление, которое Ингушетия планирует представить на первой Кавказской инвестиционной выставке, затрагивает многие сферы жизни республики. Реализация пяти проектов, которые будут презентованы, позволит создать тысячи рабочих мест и оказать существенное влияние на социально-экономическое развитие региона. Хурорт Арамхи, алюминиевый кластер, агрокомбинат Сунжа, парк высоких технологий и создание генерации солнечной энергетики группа компаний «Хэвелл». Помимо этого, мы планируем презентовать около 10 действующих предприятий региона, которые имеют экспортный потенциал, потенциал по развитию межрегиональных и международных коопераций. Это наши основные производства, швейная фабрика, обувная, завод по производству радиаторов и завод по производству очистных сооружений. Строительство новых трасс от зелёных для новичков до красных и чёрных для любителей большого экстрима планирует всесезонный курорт Арамхи. У руководства главного объекта отдыха Ингушетии большие планы. Это и объекты размещения туристов, трассы, а также канатная дорога. Увеличиваем горнолыжные трассы с километра до 10 километров, увеличиваем канатные дороги и, соответственно, исходя из этого, увеличиваем номерной фонд и пункт общепита. На данном у нас 134 номера, а ожидается по итогу реализации проекта 600 номеров. Всего в проекте три главных игрока. Это руководство курорта Арамхи, компания «Кавказ-РФ» и правительство республики. В Купе планируется вложить свыше 10 миллиардов рублей. Инвестор Полонко Ахмед Макомедович инвестирует в строительство коммерческой инфраструктуры. Это гостиницы, рестораны, какие-то активности. «Кавказ-РФ» инвестирует и строит горнолыжную инфраструктуру. Это канатные дороги, горнолыжные трассы, система искусственного снегообразования. А республика, в свою очередь, даёт присоединение техническое к газу, к световой воде. Но где-то 6 миллиардов рублей инвестирует Полонко Ахмед, 6,5 миллиардов – Кавказ-РФ и где-то около миллиарда – республика. Представить проект собирается и Башир Аушев. Он со своими единомышленниками планирует строительство предприятия по производству медицинского расходника. Предприятие рассчитано примерно на 100-150 человек. Я имею в виду рабочий выпуск продукции, начиная от шприцов, систем приливания крови, систем складирования крови и кровезаменительных препаратов, различных расходных материалов хирургического профиля, анестезиологического профиля. Инвестиционный форум продлится два дня – 4 и 5 мая в выставочном центре Минвода и Экспо. Запланированы круглые столы, дискуссии и встречи, посвященные вопросам инфраструктуры, агропромышленного комплекса, туристической и логистической отраслей. Исходя из модели экономического развития, которая была утверждена правительством до конца 2030 года, за счет инвестиционных проектов планируется создать до 10 тысяч рабочих мест до 2030 года. Нам предстоит сделать большую работу. И данные форумы, мероприятия, которые организовывает федеральный центр, они в том числе нацелены на поиск новых партнеров нашими предприятиями, нашими инвесторами и обсуждение возможности реализации планируемых проектов именно вживую, непосредственно с руководителями отраслевых федеральных ведомств, непосредственно с руководством нашего региона и также институтами развития, делами общественными организациями. На форуме будут представлены 20 федеральных институтов развития. В этом году в республике планируется открытие филиалов таких банков, как Промсвязьбанк и ВТБ. С ними планируется подписание соглашений на площадках форума. От региона в мероприятии будут участвовать около 100 человек. Муслим Ганив, Мухаммед Миржоев, Сулейман Костоев. Новости 24.